Добрый вечер, мои друзья! В московское время 8 часов, мы начинаем прямой эфир, который посвящен лечению женских заболеваний, психосоматике женских заболеваний. Сейчас я подожду, когда все присоединитесь, и я начну рассказ свой. А потом, конечно же, я проведу консультации, как и обещал, и мы вместе с вами выявим, увидим, с чем же связаны проблемы женских репродуктивных органов, и что можно сделать для того, чтобы обрести здоровье, счастье и радость, и больше не иметь с этим никаких проблем. Так, нас все больше и больше, это хорошо. Здравствуйте! Друзья, напишите, как меня сегодня слышно-видно, с какого вы города, как со звуком сегодня дела. Это важно, потому что, вы сами знаете, что в Инстаграме бывают приключения, особенно если кого-нибудь включаешь в прямой эфир. Так, вопросы уже пошли замечательно. Я уже, естественно, просмотрел все вопросы, которые вы мне написали. Спасибо большое за активность. Это значит, что тема очень актуальна, и каждый как-то пробует ее решить, но не всегда все получается. Так, Красноярск, все отлично. Ну, вообще, давайте вместе, вот я уже начну свою лекцию, да, поскольку у вас уже много, вместе подумаем. Женская репродуктивная система, от чего она может страдать, от чего она может болеть, ну, какие она, во-первых, функции несет. Ну, первое, это восприятие себя женщиной. То есть, когда вторичные половые признаки в пубертатном возрасте начинают давать о себе знать, меняется гормональная система у девочки, и она из девочки превращается в девушку, а потом уже и в женщину. То есть, девушка способна забеременеть, выносить ребенка, но психологически еще женщиной не является. Для этого нужно, чтобы прошло определенное время. Так вот, все эмоциональные конфликты, связанные с этим аспектом, по отношению к самой себе, связанные с взаимоотношением с партнером, и родовые проблемы, которые являются отображением тех переживаний, которые были в роду, исходя из синдрома предков, синдрома годовщины. Это все очень интересно, все интересные исследования для того, чтобы найти ответы, почему, собственно, у конкретной женщины есть конкретная проблема. И вот этот огромный пласт информации дает понимание того, почему тело начало страдать, решением какого конфликта является это заболевание или эта проблема, и понимание, сознание этих связей позволяет исцелиться, позволяет взять ситуацию под свой контроль. Потому что очень часто эффективная шоковая реакция, которая прошла когда-то, падает в некое подсознание, а потом в определенный момент на фоне другой какой-нибудь эмоциональной травмы, или может быть, как иногда человеку кажется, или женщине кажется, что это ни с того ни с сего, вдруг проявляется какое-то заболевание, дискомфорт, и таким образом возникает та или иная проблема. Поэтому, собственно, как раз все, что связано с женственностью, все, что связано с сексом, все, что связано с реализацией этой женственности, в виде материнства, отношений к этому материнства, условий для материнства, эмоциональных прежде всего, потому что фактически они же... Условия могут в эмоциональной складываться. Это все отображается на состоянии здоровья женской половой системы и женских органов. Соответственно, те или иные конфликты дают те или иные заболевания. Я тогда сейчас по вашему списку вкратце пройду и дам общие скрипты. И еще раз хочу высказать одно мнение, чтобы вы это понимали. Что каждая женщина и каждый человек в принципе индивидуален. То, что является нормой или причиной для одного человека, в другом случае, даже с похожими диагнозами, может быть некая другая история. Но благодаря немецкой новой медицине, германской новой медицине, некие выявлены закономерности в этом. И эти закономерности помогают распаковать основной конфликт, который влияет на возникновение того или иного диагноза. И это очень хороший инструментарий для психологов, для психотерапевтов, для того, чтобы помогать более качественно разрешать те или иные конфликты. Но я лично с этими проблемами всегда работаю в паре с гинекологом, для того, чтобы я знал четкую картину, что на самом деле происходит в данном случае в женском организме, что на самом деле является неким прогнозом из этого состояния. И какой путь выбрать сочетание психотерапии и каких-то уже известных методов воздействия на женские половые органы, которые будут способствовать оздоровлению репродуктивной системы, восстановлению функций и нормализации психологического состояния. Потому что все-таки, когда есть какой-то диагноз, есть вторичная реакция на него в виде замыкания, в виде зацикливания на этой истории и, соответственно, самооценка тоже падает. Потому что если женщина длительное время не может забеременеть или у нее какие-то проблемы и она не может заниматься эффективно сексом, а у нее падает самооценка. Это так называемые уже последствия самого заболевания, которые несет за собой изменение эмоционального состояния. Поэтому вот этот конгломерат состояния нужно знать, нужно изучать и профессиональная работа заключается в том, что работаешь вместе с профессионалом, с гинекологом. Но с другой стороны, гинекологи, которые не уделяют внимания эмоциональной сфере или не разбираются в этом или считают, что этого не существует, есть и такие, к сожалению, то, соответственно, у них будет определенный результат неисцеленных пациентов, недовольных пациентов, которые будут искать альтернативной помощи, вообще отрицая всю медицину классическую со всеми ее таблетками и всякими процедурами, которые есть. И на самом деле это тоже есть минус, потому что если женщина не хочет обследоваться у гинеколога, не хочет знать, что у нее реально происходит, считая гинекологов всех идиотами или людьми, которые ей когда-то испортили здоровье, или вы знакомы, или еще кому-нибудь, это тоже своего рода некая иллюзия. Бывает врачистке не найден хороший контакт, бывают доктора, которые, может быть, недостаточно уделяют внимания, поэтому лучше, чтобы с одной историей работала команда специалистов, где каждый отвечает за свою зону, но вместе они анализируют ситуацию и выносят некое суждение, что надо делать дальше. Потому что без изучения психоэмоциональных причин, которые рождают то или иное заболевание, то или иное состояние, потому что я как специалист всегда должен найти ответ, почему эта женщина заболела этим диагнозом, почему этот диагноз пришел, почему это состояние возникло, почему она не может забеременеть, почему у нее нет качественной жизни, почему, почему, почему. И когда я нашел ответ на этот вопрос, и я распаковал все те травмы, которые лежат в первой причине возникновения этого состояния, то, соответственно, возникает эмоциональное раскрепощение человека, женщине становится хорошо. И следующим этапом очень важно, чтобы это хорошо закрепилось в дальнейших действиях. Иногда достаточно всего одной консультации, даже короткой консультации в прямом эфире, чтобы состояние значительно улучшилось, и диагноз вполне возможно иногда сам просто пропадает, а с кем-то надо поработать чуть больше длительное время и таким образом закрепить результат, потому что если человек привык долгое время болеть и находиться на этом уровне, то потом переход на уровне здоровья сопровождается необходимой адаптацией к этому, потому что если становится больше здоровья, больше энергии, больше счастья и радости, оно тоже требует реализации. Если просто наполнить себя некой энергией, но никуда ее не давать, и выход, то, соответственно, есть вероятность рецидива, то есть возврата в старые взаимоотношения. Это как примерно с алкоголизмом. Важно не просто забить тягу или запретить, или закодировать ее, а важно создать поток счастья в жизни человека, где наслаждение этими событиями будет абсолютно несравнимо с алкогольным опьянением, и тогда человек в зависимости спрыгивает. С заболеваниями примерно точно такая же история. То есть, вернув себе здоровье, оно же возвращается не только в органе, но и в состоянии души, происходит, что изменение взглядов на себя и окружающую действительность, что потребует другого реагирования, другого выбора, другого стереотипа поведения. И если этот стереотип приживается, если женщина себя начинает любить, уважать, позволять себе делать какие-то покупки, выбирать того партнера, с кем она действительно хочет жить, то есть любить открыто, вот тогда идут необратимые изменения, и болезни нет места в организме. Поэтому важно человекам работать комплексно. И все, как говорится, что существует, все этому может помочь. Поэтому даже ультразвуковое исследование, там, мазок и так далее, это все те исследования, которые тоже необходимо проводить для того, чтобы разобраться с объективной картиной. А еще раз подчеркну, что объективная картина для того, чтобы исцелить человека, нужна на двух уровнях, на уровне тела и на уровне души. На уровне тела это классическая медицина, это стандартная гинекология. На уровне души это то, чем занимается психотерапия, психосоматическая медицина. И некоторые психологи тоже этим вопросами занимаются. Хорошо, друзья мои, давайте пройдемся по некоторым заболеваниям, потом я буду брать людей в эфирах, кто у меня заявился, и отвечать на ваши вопросы, которые, может быть, новые интересные поступят. Итак, неприятие секса, как такового, может к чему привести? Во-первых, к раннему климаксу, когда секс вообще не нужен, значит, репродуктивная система тоже не нужна, рожать не нужно и так далее. И вот этот конфликт сексуальной связи, сексуальной потребности приведет к тому, что и репродуктивная система перестанет работать. Этот конфликт может быть и унаследован. Вроде бы женщина говорит, что ну как-то я отношусь к сексу, ничего вроде бы хочу, но вот у меня такое дело произошло. Это может быть унаследованная позиция от ее матери. То есть это передача вот такого эмоционального месседжа, который уже к 40 годам полностью реализовался, к сожалению. И, соответственно, это надо тоже будет распаковывать, отрабатывать эту травму, формировать самостоятельный выбор в этом плане. И таким образом репродуктивная система опять скажет хочу. Особенно, уже у меня много было случаев, когда женщина влюбляется, у нее восстанавливается цикл, даже после 45, если до этого уже он стал плохо себя чувствовать. И беременность легко может наступить. Потому что важно еще не спутать. Некоторые думают, что климакс наступил, а на самом деле наступает беременность. И таких тоже случаев достаточно. Так, сам конфликт с сексуальным партнером приводит так называемые эрозии шейки матки. Это очень распространенное заболевание, состояние, которое часто встречается. Здесь особняком стоит и полив шейки матки, про которые тоже мне задавали вопросы. И вот это все сексуальные какие-то нестыковки с партнером, с существующим. Могут быть и с мифическим, то есть соображаемым партнером. Вот меня никогда не полюбят, или у меня какие-то сексуальные вещи с этим будут. Плюс, конечно, наследственные страхи, которые передались по поводу секса, и которые ваше тело ощущает. И вы, естественно, потом это видите, соматизацию. Поэтому очень важно, если конфликт очень сильно выражен, то это, естественно, может краку провести, краку шейки матки. И многие гинекологи, когда встречают аплазию или какие-то измененные клетки, начинают немножко пугать, что все, не дай бог, все, давай лучше что-нибудь сделаем, организацию шейки матки сделаем, чтобы это все удалить. Иногда это оправдано, иногда нет. Иногда надо просто посмотреть, понаблюдать, не пугать, поработать с эмоциональным состоянием и шейка матки восстанавливается. Потому что вы знаете, что есть случаи в медицине, когда ничего не делаешь совсем, и это является правильным выбором, все само восстанавливается. У некоторых докторов есть шутка, что простудные заболевания лечатся 7 дней, а если их не лечить, они проходят за неделю. То есть это не лишено смысла. Иногда в некоторое состояние не надо лазить, надо дать возможность организму восстановиться. Но при этом надо понимать, что человек именно находится на стадии восстановления, а не на стадии прогресса в заболевании. Поэтому нужно динамическое наблюдение и нужен правильный психологический рапорт с клиентом, именно понимание его эмоционального состояния и возможность на это состояние воздействовать. И тогда можно контролировать, предугадывать, что будет дальше. И, соответственно, только от этого одного действия душевного влиять на состояние, чтобы у женщины было здоровье. Здесь же связанное с интимной жизнью очень часто распространенное заболевание, которое называется циститом. И как не парадоксально звучит, вот это воспаление еще связано с условием секса, то есть территории. Все урологические конфликты – это всегда проявление того, что есть какие-то проблемы в жилье даже. То есть если есть съемное жилье, оно не нравится, но нигде другой территории динитивной жизни для партнерской нет. Соответственно, этот конфликт, который женщина себя грузит этим, потом может выразиться в хроническом цистите. И вот такие вещи тоже происходят. Но еще раз подчеркну, если у нас сегодня кто-то будет из людей, то есть минимум троих, кто заявился, я посмотрю, там вполне возможно мы выявим еще какие-то вещи, которые повлияли на то, что мочевая пузырь очень чувствительно реагирует и при чуть-чуть больше наполненности, вот такие воспалительные вещи, и они все равно как цикл повторяются. И соответственно ставится диагноз, который можно купировать препаратами, есть такие препараты, но почему тело болеет, о чем оно говорит, нужно об этом знать и, соответственно, это дело изучать. Еще очень частая проблема, которую вы писали, это миома матки. Что это по своей сути? Это разрастание эндометрии, образование неких узлов, бывает множественными, бывает однеединично, за счет чего тело матки становится больше. Это, как говорится, от некого страха не родить. Вот основная потребность в том, что я не смогу родить. И, соответственно, мышечная структура матки становится больше, как компенсация к этому страху, к этому переживанию, к этому ощущению. И получается такая вещь, что этот страх может не осознаваться. То есть, от чего он может возникнуть, вот с точки зрения неосознанности, это если в роду были выкидыши, если в роду были какие-то вот мертворожденные. И память об этом есть в подсознании, то, соответственно, вот это может проявиться в этом диагнозе. То есть, различные несознаваемые переживания, связанные с невозможностью родить. Или с ощущением вашим, что вы этого не сможете сделать. По каким-то причинам. Здесь могут и подруги, и знакомые повлиять на эти вещи. И даже доктора, к сожалению, иногда являются тоже источником программирования заболевания, что у тебя там не получится, только кесарево, или еще какие-то вещи, пугалки так называемые, которые дают это состояние. И женщина этот страх себе держит. И, к сожалению, это все потом соматизируется. Так, дальше идем. Еще у нас распространенное заболевание. Это эндометриоз и поликистоз. Эндометриоз, как ни парадоксально, это нежелание беременеть. И иногда очень часто осознанная потребность в социальной реализации. Когда женщина хочет что-то доказать себе, обрести себя, или получить свою финансовую независимость. Это как бы такая стандартная ситуация. И, соответственно, органы начинают этому подчиняться. Бывает, у нас тоже, если почитать внимание, там кто-то писал, что наоборот хотелось родить, но эндометриоз, к сожалению, возник. Так вот, это как раз тоже может быть парадоксальная вещь в том, что голова хочет одно, а в подсознании другая программа. То есть, наоборот, не рожать, не беременеть ни в коем случае, потому что это мешает какой-то другой цели. Поэтому, а почему это может мешать? Либо есть страх, связанный с беременностью. Да, опять же, те же мертворожденные могли повлиять. Те же аборты у мамы, да? Что это нехорошо, это плохо. И эта память об этом, она есть в подсознании, и потом в состоянии мертвориоза оно реализуется. То есть, есть как осознанная программа женская, по которой она сейчас живет, так и есть подсознательный сценарий, который передался по наследству, но просто он немного ощущается. И я, наверное, на своих эфирах показываю, как это работает, ощущение, как его выявить и распаковать, посмотреть, что там за переживание. Поэтому мы сегодня будем слушать героинь, тот, кто заявился, и видеть, какие эмоциональные причины стоят за этим. Мне это тоже самому интересно, потому что каждый новый пациент – это уникальная вселенная, которой интересно исследовать, и человеку всегда очень интересно помочь. И, все раз говорю, я привык мыслить нестандартно, я все время как с чистого листа. Да, есть опыт, да, есть новая германская медицина, да, есть исследования людей, наблюдения, есть истории других пациентов, но всегда есть уникальный случай, за которым следует реальная, живая, индивидуальная история. И вот именно изучение ее проливает свет на те причины, из-за чего это возникло, и это позволяет данному человеку помочь. Хорошо, друзья мои, давайте тогда… А, еще поликистоз, да, это наоборот сильное желание родить, при невозможности это по тем или иным причинам реализовать. Поэтому яичники получают сигнал, давай, разрастайся, да, функционируй сильно-сильно, для того, чтобы беременность наступила. Но она почему-то может не наступать, связанная опять же, вот это может быть и с другими конфликтами, но поэтому каждый, в каждом случае уникален. Друзья мои, давайте сейчас я посмотрю, кто у нас заявился. Посмотрю тех людей, кто первый прислал заявку, потому что у нас есть такие условия, значит, у нас тут Лиза, Наталья, так, и Инна. Если вы нету, друзья, вас нету, значит, я буду брать по списку тех, кто сейчас просит его эфир. Итак, у нас Кристина первая у меня в списке стоит. Кристина, проверьте, пожалуйста, уровень интернета, и все заявки, пожалуйста, проверьте скорость интернета, подготовьте наушники, чтобы вас было хорошо слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как меня слышно? Так, я вас... Сейчас я подключу наушники тогда, потому что я слышу вас, но очень тихо. Очень тихо, да, я вас слышу прекрасно. Вот, да. Теперь я хорошо вас слышу. В общем, у меня такая ситуация. Давайте. У меня родители не подали мне хороший пример семейной жизни. И, в общем, я думаю, что когда-то в детстве я сделала такой вывод, что отношения — это зло, и, в общем, не стоит с этим связываться. И когда у меня начали формироваться первые отношения мои, там еще в 15 лет, я заболела ангиной. Вообще я все детство болела ангиной. И, в общем, потом, каждый раз, когда складывались какие-то днями, я всегда слегала. Вот. Но теперь ангина ушла, и появилось какое-то раздражение. Просто раздражение, зуд во влагалище. И какие-то странные выделения. Но, в общем, они... Гинекологи говорят, что все нормально, все хорошо, и, в общем, все анализы говорят о том, что... То есть вы делали мазок, он показывает, что это нормальная флора, да? Да, 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 все хорошо, но, тем не менее, это есть. Немножечко подвисайте. Да, я примерно ситуацию вашу понял. Сейчас вы меня слышите хорошо? Да. Окей. Вот скажите мне, первый вопрос у меня возник. Вот эта переключка между этой зоной ангиной и низом живота, когда произошла, в какой ситуации, в каком возрасте? Ну, я думаю, у меня было... Мне сейчас 25, а случилось это примерно в 23, когда я уже поняла, когда я увидела конкретную закономерность и поняла, что я просто видела, боюсь отношений. И вот как-то так. Так. Ага. То есть осознали их истинный источник, и он начал проявляться там, где он был основоположником. Окей. Так, 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 так. Хорошо. Давайте там пойдем в регресс, посмотрим, когда это у вас заложилось. Единственное, только держите телефон свой на месте, потому что иногда пропадает сигнал с вами. Да, и, соответственно, я не хочу его потерять, чтобы все было хорошо. Как родителей зовут? Елена и Евгений. Мама как зовут? Я не расслышал. Елена. А, Елена, отец Евгений. 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 Окей, хорошо. У нас сейчас вам 25 лет. Как вы это чувствуете? Есть ли вот сейчас какой-то дискомфорт внизу живота? Так, сигнал, конечно, оставляет. Вы зависли. Вы зависли. Есть ли сейчас что? Ну вот, есть ли сейчас дискомфорт внизу живота? Да. Ну, да. Вот сейчас прям. Да, потому что... Как вы это чувствуете? Ну, это, знаете, похоже на... На... Как будто бы есть что-то инородное, и... Есть что-то инородное. И его нужно... От него нужно избавиться. Ощущение инородного. А где-то есть параллельное ощущение в теле? Нет. Мне кажется, нет. Ну вот, сосредоточьтесь на нем. Так как вы это чувствуете? Не знаю, может быть, в ногах. Окей. Давайте, знаете, как сделаем. Да, вот вы сосредоточьтесь на этом ощущении, то есть внимание свое там сосредоточьтесь. Я сейчас буду называть годы вашей жизни, а вы будете мне говорить, остается это ощущение, либо нет. Договорились? Хорошо. Итак, значит, вам 20 лет есть ощущение? Да. Мне 15 лет есть ощущение? Да, она меньше. Так, мне 10 лет есть ощущение? Да. Так, опять. Есть, да. Мне 5 лет есть ощущение? Кажется, что да. Не 3 года. Есть ощущение? Не знаю, совсем-совсем чуть-чуть, может быть. Совсем чуть-чуть. 2 года. Сложно сказать. Как будто бы да. Так, так, еще раз повторите, то немножко пропал звук. Сложно сказать, но как будто бы да. Как будто бы да. А вот вам один год есть ощущение? Не знаю. Наверное, нет. Или совсем-совсем. Так, так, друзья. Вот, конечно, тяжело работать. Постарайтесь держать телефон на месте. Сейчас слышите меня? Так, так, я вас слышу, да, но просто иногда звук пропадает, да, и тяжело работать в этот момент, настраиваться на вас. Окей, вы в животе у мамы есть это ощущение? Да. Да. Окей. Кто так чувствует? Вот это ощущение, оно чье? Я вот думала об этом. А вы не думайте, вы почувствуете, у вас сразу образ придет. Я вот не чувствую, что это мамина или папина. Ну, кажется, будто бы больше мамина, но не знаю. Окей, значит, осмотритесь, да, там, я вам сразу скажу, я не буду долго копать, потому что еще и связь плохая, чтобы другие это увидели. Там страх сексуального насилия у вас в поле сидит, ну, то есть это ощущается реально, да, и, значит, это сексуальное насилие, скорее всего, было. Причем могло быть не у вашей мамы, да, а у вашей бабушки. То есть какое-то дело связано с сексом, такое мерзкое, ну, мерзопакостное, которое надо скрыть и, ну, как бы, хранить это в себе. И вы это ощущение запомнили, да, и поэтому, когда вы стали взрослым, вы с ним столкнулись. И сейчас оно просто соматизировалось тело. Окей, мы сейчас не будем разбирать, я там общую установку сейчас дам для того, чтобы его распаковать. И мы посмотрим, как ваше тело среагирует. Смотрите, вот представьте, почувствуйте себя одной клеткой. Мама еще не знает о том, что она беременна. Может, да, может, нет. Был какой-то секс, да, и вот, соответственно, через три дня произошло оплодотворение. Вот, и еще, как бы, могут месячные прийти, а могут не быть. Но вам один день. Почувствовали? Да. Вот, и теперь возьмите и представьте, что в это время к вам приходит Бог. И Он вам говорит, дорогая моя любимая, вот ты сейчас родишься у родителей, да, и кто-то в твоем роду боится секса, кто-то был изнасилован. Окей. Но это все к лучшему. Я тебя люблю. И все в твоей жизни будет хорошо. Ой, мне уже стало легче. Правда. Да, просто переключил эту программу, но она от бабушки идет. Вот есть ощущения второго поколения. Да, я вот тоже думала, что это откуда-то оттуда уже дальше. Это по материнской линии, но вот дальше идет. Оттуда дальше идет. То есть вглубь поколений. Вот так. Как состояние в теле? Сейчас лучше. Какое ощущение? Как вы чувствуете сейчас себя? Ну, так, знаете, возвышенно. А? Возвышенно. 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 Есть дискомфорт вообще? В теле есть дискомфорт внизу живота? Может быть, совсем-совсем чуть-чуть. Чуть-чуть совсем, да? А сейчас бойфронт есть какой-то у вас? Ну, вот сейчас начались отношения новые, буквально месяц. И поэтому и встал сейчас острый этот вопрос. Потому что только появился парень, и еще ничего не было, но уже тело так себя ведет. А сейчас вы о нем вспоминаете, как тело реагирует? Положительно хорошо. Тепло чувствуете? Да. Ну, все, значит, все хорошо. Правильный выбор. Ну, это единственное, что я могу сделать, да, вот в данном, так сказать, контексте для вас. Но я думаю, что это уже вполне достаточно, чтобы от этой проблемы избавиться. Да, да, я тоже так думаю. Спасибо большое. Да, потом через 2-3 напишите мне, как ваши дела в директ, чтобы у меня были в прямом эфире в воскресенье, да, 2-го числа. И как у вас самочувствие? Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Ну, все, давайте, да, счастливо. До свидания. До свидания. Так, друзья мои, тут многие вопросы поступили. Так, как все равно, так. И только у Михаила. А, Миша Филляев большой молодец. То есть я знаком с его подходом. Это регрессивный гипноз называемый. Просто посмотрел на работу, кое-что я у него подсмотрел, и оно хорошо работает. И все дело в том, что он тоже учел германскую медицину и учился у тех же учителей. Вот, поэтому он большой молодец. И все его направления, которые он развивает, все очень правильно и интересно. Так. По годам, это называется регрессивный гипноз. Когда человек в определенном состоянии даешь установку, почувствовать свое тело в определенном возрасте. И можно куда угодно уйти, в любой период. На самом деле, можно в любого предка уйти. И это все очень прекрасно работает. Метод расстановок тоже самое делает. Но только это нужно коллектив собирать и так далее. А можно напрямую посмотреть. И чувствуя, вот я как проводник этого состояния, я чувствую свое тело в этот момент. Как оно реагирует. И вижу определенные пути, куда это идет. Соответственно, могу вести человека. Но я показываю здесь определенный пласт работы, который уже достаточен. Распаковываю ощущения человека до момента его зачастия. И здесь, как правило, очень многое видно. Если есть родовая программа, я туда могу еще пройти, если это нужно. И, соответственно, сказать, где это и как. Поэтому методы гипноза, регрессивного гипноза, методы психоанализа, в том числе, потому что я пытаюсь анализировать человека. И, соответственно, интуитивные наработки, интуитивное восприятие собственного тела. Кто-то работает. Без этого навыка помогать человеку или распаковывать его ощущения и вводить его в нужное состояние будет абсолютно невозможно. Как узнать, что у меня было в действии, так как сейчас все рожится? Ну, надо у вас этот транс ввести, и все будет понятно, с чем это связано, с какой стратегией. Почему, знаете, что у меня нет в эфире? Я здесь с самого начала. Ждочное подключение. Лиза. Лиза, вы заявку просто не отправили. Просто когда вы заходите в прямой эфир, там появляется такая кнопка «Попроситься». Если вы не нажимаете или вдруг она у вас не появляется, я вас в вкладке заявки не вижу. Я там смотрю, и вот тех людей нет. Поэтому сейчас, конечно же, возьму. Так. Давайте. А вот и нет. А почему-то не могу я вас взять в эфир. Не дает. У вас либо какой-нибудь телефон, не такой модель, не сочетается с моим моделью, либо какой-то блок стоит, либо программа старая. Не могу сказать, но я не могу вас вывести в прямой эфир. К сожалению. Хотя очень бы хотелось. Так. Так. Почеку можно ставить на место. Ничего такого. Так. Акнел с женщиной. Друзья мои, по акне это все другие будут эфиры. Сегодня у нас психосоматика женской репродуктивной сферы. Так. Сейчас. Давайте я сейчас героиня какую-нибудь возьму, кто у нас там из заявленных есть. Поэтому, друзья, проверяйте, если вы в эфир вдруг не можете выйти, с чем это связано, как. Ну, я ни в каких-нибудь эфирах еще поучаствую. Сейчас смотрю, кто у нас. Наталья Ильинина. Нету? Нету. Да, у меня теперь Валентина энд любовь стоит. В списке. Давайте я вас возьму. Спасибо большое всем, кто заявился. Я, наверное, совсем не успею, к сожалению, поработать. Ага. Валентина не стала включаться. Значит, уже не дождалась. Идем дальше. Оля Зайкова. Теперь вы у меня на очереди. Про цистит я до этого рассказывал уже, не буду повторяться. Так. Сейчас нас рулю. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите? Ольга, секундочку уже прошла. Да, слышу вас хорошо. Я на будущее все тем, кто, если вы заявились, подготовьтесь, пожалуйста. Угу. Ольга. Так. Ольга. Здравствуйте. Да, здравствуйте, да. У меня такая ситуация, что уже три раза подряд у меня было невынашивание беременности на ранних сроках. Так, что бы заканчивалось самопроизвольным абортом? Да, то есть первый раз была замершая беременность. Так. И спустя пять лет, получается, вот в ноябре 2018 года, и сейчас вот в августе тоже. Угу. Сколько вам лет сейчас, Оль? Сейчас 28. 28 лет. А у вас муж, да, вы с одним партнером были? Да, с одним супругом. А замуж во сколько вы вышли? Замуж я вышла в 21 год. Семь лет уже в браке, да, и никак. Что делали с собой за это время? В плане лечения вы имеете в виду? Да, конечно. Ну, первый раз, когда это произошло, я обследовалась. Какие-то были назначены препараты. Ну, нашли какой-то то ли вирус, то ли бактерию. То есть все это устранилось. Вот. И в течение пяти лет мы не планировали беременность. То есть, может быть, какой-то у меня страх был, скорее всего. Вот. И сейчас вот в ноябре тоже я пошла к врачу. То есть полное обследование, УЗИ. Какие-то тоже вот что-то выявили. Там незначительная пропила и антибиотики. И все. Мне сказали, можно беременеть. Вот. То есть беременность, она, в принципе, с первого, со второго раза происходит. Так. Вот. Но прерывается. То есть она вот где-то шесть недель вот так вот. Окей. Ваш муж смотрит сейчас эфир? Нет. Нет. А он знает, что вы здесь принимаете участие? Да, знает. Знает. Ясно. Хорошо. Потому что у меня есть ощущение уже, да, что это связано не с суббогом, а с предыдущими взаимоотношениями. Ну, ладно, мы сейчас это проверим. Скажите мне, вот это состояние, невозможность того, чтобы беременность продолжалась, да, или вообще как вы свои проблемы сами ощущаете в теле? У меня, мне кажется, страх, вот. Какой-то страх. Ощущайте, как его. Страх, это вы понимаете потом, это мозг обрабатывает. А первоначально есть ощущение в теле. То есть вы что-то чувствуете, вот это ощущение. Опишите его. На данный момент, сейчас. У меня колотится сердце. Сейчас. Так, еще что? В ногах дрожь. Так. Какой-то жар в теле. Ладошки мокрые. Ну, вот волнение, может быть, не знаю. Ну, вот понятно. Это волнение связано с тем, что вы в эфире, или все-таки с тем, что не получается продолжить беременность? Отделите одно другого. Вот именно сосредоточьтесь на том, что беременность не получается, вернее, не развивается дальше. И почувствуйте это ощущение. Как вы его воспринимаете? Ну, вот дрожь в теле. Дрожь в теле идет. Окей, зафиксируйте ее. Давайте в регресс ходим, посмотрим, когда она у вас. Так, сейчас он 23, насколько я помню, да? 28. 28, извините. Да, представьте, что он 20 лет. Есть эта дрожь? Да. Вам 15 есть эта дрожь? Нет. Нет. Вам 16 есть эта дрожь? Вам 17 есть эта дрожь? Нет. Вам 18 есть эта дрожь? Нет. Вам 19 есть, это дрожь? Вам 20 еще раз возвращаемся, есть, это дрожь? Нет. Это еще раз, да, сейчас? Вам 21 есть, дрожь? Какое-то вот начинается, как будто бы что-то. Начинается, ясно. То есть, переход в 21 год, где-то в этом моменте, так сказать, вот что-то было. Какое событие связано с этим ощущением? Может быть, замужество. Вот что рисуется там, какая картина, что вспоминаете сразу? Ну вот, у меня замужество рисуется. Так, ну, что, какая кадр, вспоминаете, что вы свадьбу вспоминаете? Свадьбу, да, потому что свадьба была, ну, как бы не в моем городе, в чужом, то есть, где муж мой родился. Это какой город? Петрозаводск. Так, угу, что там было такое еще? Вот, и получается, то есть я, мы туда приехали, я ничего не знала, и как-то мне было немного не по себе в этом городе. Вот. И нужно было готовиться к свадьбе. А что не по себе? Вы там первый раз были, да? Нет, я приезжала, но мы с родителями еще жили, как-то вот, как-то неуютно мне было. А с родителями чьими? Мужа. Мужа. И вы жили в Петрозаводске, да, то есть до свадьбы еще? Нет, мы до свадьбы жили в Санкт-Петербурге. То есть свадьбу решили праздновать в Петрозаводске. Так, что родители транслировали вам его, да, на момент вашей свадьбы? Что они транслировали? Да, вот это неуютно, с чем было связано? Знаете, вот я сейчас вспомнила один момент. Давайте. То есть была такая ситуация, что, получается, мама мужа моего сказала такую фразу, что, ну, как бы, вот сейчас не время, то есть там и детей планировать. Так, почему она это сказала, как вы думаете? И как вы это почувствовали, ощутили? Ну, мне было неприятно это слушать. А почему сейчас не время? Почему не время было? Потому что она, у нее было заболевание. Так, как бы? Ну, вот у нее депрессия была, вот что-то с этим связано. И вот, не знаю, может быть, поэтому она так решила. Ну, что, у нее тяжелая депрессия была? Да. Хотела жизнь самоубийством закончить? Ну, да. Ну, сейчас, слава Богу, все хорошо? Да, все хорошо сейчас. Ага. А что разродило это ее состояние, если вы знаете? Ну, она обращалась к специалистам. То есть с ней поработали, ей стало хорошо, да? Она была против вашего замужества? Нет. То есть за? Да. Как вы почувствовали эту фразу? Сейчас не время рожать. Ну, я не помню, как вот. Но я помню, что неприятно было мне это слышать. Окей, давайте поиграем с этим вопросом, чтобы хотя бы эту проблему точно снять. Вот на данном этапе, да? Окей. Представляете, вот, маму вашего мужа. Как ее зовут? Анна. Анна, да? Ага. Окей. Вы еще с супругом живете в Санкт-Петербурге. Вы еще не приехали к ней на встречу. Ага. Вот. И вам ночью, вы спите, да, и ночью приходит ваше высшее я, ваш дух. Ага. Он же есть, существует. Вот ваш, или ангел-хранитель, как хотите. Ага. Он вам говорит. Дорогая, любимая Оля, вот скоро у тебя предстоит свадьба, ты выйдешь замуж. У твоего мужа есть мама, зовут ее Аня. У нее сейчас не все в порядке с головой. Все, что она тебе будет говорить плохого, это все к лучшему в твоей жизни. Ага. Я тебя люблю, и с тобой все будет хорошо. Ты будешь рожать тогда, когда ты захочешь. Слушай свое сердце, оно тебе подскажет. Как ощущения? Ну, вроде бы хорошо мне. Что вы чувствуете сейчас в силе? Ну, дрожи нет. Так, а что здесь? Тепло, где-то в груди. Окей. Почувствуйте себя сейчас беременной. Угу. Как ощущения? Ну, хорошо. Так, почувствуйте, что вы на девятом месяце, живот большой. Почувствовала. Что-то ребенок шевелится, бьет ножками периодически. Не дает ему спать. Да. Как состояние в теле, в душе. Хорошо. Окей. Ульга, я думаю, это основная программа была, которая вам мешала забеременеть. Вот понимаете, все иногда очень просто. Вот такая вот фигня, когда женщина выходит замуж, она открытая для внушений, да? И вот тут больной родственник, ну, по каким-то другим причинам, что-то начинает транслировать. И вы этому верите, понимаете, да? Как будто Бог к вам пришел. И вам все это понадиктовал. И вы как с гадалки сходили, да, которые там, они продвинуты в вашем регионе, да, и вам это все на шепоте диктовало. Понятно, в чем идея, да? И все, и потом организм отрабатывает. Сейчас не время. А когда время непонятно будет? А вот сейчас время, да, когда вот вы поймете программу, что в настоящем это все запускается, тогда будет все по барабану. Ну, и вообще, как-то надо себя больше любить и ценить, потому что вы, смотри, так очень скромно. Ну, волнуюсь, наверное. Не, не волнуйтесь, вы просто мало себе позволяете, да, и иногда идете на поводу усугивания, круга, да, там, где, в общем-то, надо быть чуть-чуть понастойчивее, посмелее. Он у вас неплохой парень, то есть вас не зажимает, вы не выглядите совсем забитые. Но скромность вам абсолютно вас не украшает. Хорошо, я это приму к сведению, Артем. Примите это к ощущению, и тогда вы будете именно так и действовать. Энергии будет больше. Потому что, чтобы выносить и родить, должно быть много энергии. У меня сюда вот такое, душевное. А душевная энергия у женщины появляется когда? Когда она себя любит и ценит, когда она делает то, что хочет. Ну, не вразрез здорового смысла, конечно. То есть вот вы, Артем, больше не видите, да, никаких вот... Можно пока подключил. По роду. По ощущению, это именно так и идет. По роду, там все фигня, на самом деле. У вас, думаю, что... А вы у родителей же не единственный ребенок. Нет, у меня сестра есть еще. Сестра есть. Все хорошо, да, с аттуртирными функциями. Ну, пока она... Не была беременна, то есть... Из истории рода. В смысле, что у мамы... Да, да, да. Мама из какой семьи? Многодетная? Ну, тоже двое детей у бабушки. Ну, все нормально, да. То есть у вас эта программа тоже легко рисуется. Вопрос встает в том, что у вас вот эта вот социально-бытовая неустроенность тоже, да, вот она вас беспокоит, может вышибить. Очень важно вам иметь свое пространство, где вы будете хозяйкой положения. Вот этот опыт, наверное, да, отсутствие своего жилья, он сказывается. Сейчас в своем доме живете? Ну, сейчас в квартире своей, да, вживем. То есть мы вздвоем. Ну, в совете, да, там... Никто туда не лезет на вашу территорию, там советов не сдает. Прекрасно так, как жить не учить. Ну, это очень важно, потому что когда, если этого нет, то нет уверенности в будущем и в настоящем. Окей. Ну что, беременеться и на здоровье. Спасибо, Артем, большое. Очень рада была с вами пообщаться. Да, поделитесь радостью. Да, давайте, счастливо. Спасибо. До свидания. Ну что, друзья, идем дальше. Видите, иногда все очень просто решается. Так. Как самостоятельно, возможно, вы видите ситуацию или причину? Ну, можно догадаться об этом, но все-таки лучше обратиться к профессионалу, к независимому эксперту, который это сделает быстрее. Так. Я не понимаю, что это произошло. Так, вы сказали, чем вы объявили, что звоните. Я подумал, что я как-то тыкнул туда. Ну, что-то вы нажали. Не знаю, чего, но вы вышли из диалога. Так, идем дальше. Смотрим, кто у нас еще. Ох. Друзья, вас стало еще больше. Хорошо. Так, сейчас буду брать всех. Вот я вот точно не знаю. Дашко, Анастасия. Да, я вас все возьму. По-моему, я с вами ни разу не беседу. Если никого, не знаю, как-нибудь. Сейчас посмотрим, да. У нас время. Настя. Так. 50 минут уже. Сейчас с последним поговорим. Настя, Настя. Здравствуйте, Настя. Так, Настя, прерывается звук. О, сейчас слышу. Здравствуйте. Вы подаете по сиферам, все неожиданно каждый раз. Слышно? Да, да, сейчас слышно хорошо. В чем вопрос, Настя? Да. Ну, Настя, как-то плывет у вас изображение, честно скажу. Что ж такое? Беспокоит бесплодие и связано это с физиологией. Так, ну, вот теперь... Может, интернет плохой? Сейчас слышно хорошо. Еще раз повторяю ваш вопрос. Вопрос такой. Не получается забеременеть 3 года. Так. Да что ж такое-то? Опять плохо слышно. Ну, видимо, что-то со связи. Так, у нас... Из эфира выключу. Ну вот. И сделаю следующую вещь. Я сейчас еще раз перед подключу эфир для всех, потому что у нас, может, он через 8-10 минут закончится. А это как раз самая консультация. Обычно я где-то минут 5 работаю, но с этой темой приходится работать больше. Я по теме бесплодия и невынашивания хотел сделать отдельный эфир. Сегодня чисто по женским болезням. Но, видимо, это более актуальная тема. Ну, что есть, с тем вы заявляетесь, не вопрос. Поэтому, друзья мои, сейчас я выключу этот прямой эфир, отправлю его на запись. И буквально через 10 секунд снова выйду. Вы переприключитесь. И вас даже тогда возьмут... Ну, пожалуйста, проверяйте качество интернет-соединения. Да, потому что это важно. Иначе невозможно будет с вами работать. Давайте сейчас завершим, и потом открою снова. Так, я снова с вами. Сейчас я подожду, когда вы все присоединитесь. И мы пойдем дальше. Так, Анастасия, если присоединится, и отправить заявку первую, я ее возьму. Так, здравствуйте, здравствуйте. Так, у нас все больше и больше, уже 80, 90. Так. Сейчас подожду еще. У нас было там больше, под 300 человек. Так. 120 уже. Цифра растет, это прекрасно. Друзья, благодаря вам я это все провожу. Вы этим интересуетесь, я этим активно делюсь. Пока вы все присоединяйтесь, напомню. Завтра, кстати, у Александра стартует детокс-марафон. Те, кто хочет привести свое тело в порядок и отладить метаболизм, начавшись правильно питаться, можете к нему еще успеть присоединиться. Для этого надо на ее страницу перейти, алексатол, и там вы ей в директ написать, что вы хотите попасть. А вот с 10 числа стартует очный семинар в Москве в клинике Наувита. Там, где в течение трех месяцев будет глубинная проработка, будут очные дни и очень много работы со своим телом для того, чтобы пройти мощную личностную трансформацию. Если вы живете в Москве и хотите круто изменить свою жизнь и готовы над этим работать, пожалуйста, можете зайти напрямую на сайт толоконин.ком, там в разделе тренинги, найти всю подробную информацию. Тут же можно отправить заявку и оплатить. Либо выйти на страницу Александра и тоже ей написать в директ о своем намерении, она вас отправит, где это можно почитать поподробнее. Все порасскажет. Так, вот Настя появилась. Сейчас попробуем еще раз. Так, потом, Валентина, я вас возьму, как обещал. Про эрозию, про все заболевания я уже рассказывал, друзья мои. Посмотрите начало первой части этого эфира и там все будет подробно. Я уже объяснял ей, плюс есть посты уже на эту тему. Здравствуйте, еще раз. Еще раз. Слышно? Да, слава богу, хороший вопрос. Проблема с множественной миомоматки. Они маленькие узлы, их очень много, ну как очень много, 9 маленьких. Не оперируют, потому что маленькие. Удалять тоже, да, это будет решето. Не рожала, 32, делала ЭКО и замерла беременность. Вот такой опыт у меня. Одно, нет, второе было, но стимуляция не дала результата, то есть сняли с протокола, просто не выросли фолликулы. А сейчас как себя, яичники, чувствуют? Вы знаете, я сделала паузу, хожу к психологу уже второй месяц. Это пренатальный психолог. Разбираюсь с головой, с отношениями. И как? Хорошо, делаю домашние задания, начинаю немножко углубляться в эту тему. Психолог не видит никаких явных проблем, да. То есть, скорее всего, физиология. У меня одна труба, один яичник. Ну и плюс кнема. А что берется-то? Смотрите, если человек хочет есть, у нее слюна выделяется, понимаете, все физиологично. И если женщина хочет забеременеть, у нее есть органы, которые этому помогают. Если они не дают это сделать, то это вопрос не физиологии. Физиология вторична, психология здесь, не надо путать. Да, согласна. Яичник мне удалили в 17 лет по причине тератома, опухоль. Но не злокачественная, а доброкачественная. А левый или правый? Левый, левый яичник и левую трубу. На трубу мы не договаривались, почему-то решили трубу заодно. Ну, у нас такие, знаете, есть в медицине, лучше перебздить, к сожалению. Да, да. Слово нехорошее, да, но вот оно часто оборачивается не тем, чем надо. То есть, цели-то благие, но они, к сожалению, приводят неправильные последствия. Окей, хорошо. Сейчас посмотрим, Настя, почему это у вас так. Вот, Настя, давайте попробуем поиграть немножко в игру. Да, представьте себя беременной на 9-м месяце. Вот у вас большой живот. Вам тяжело передвигаться. Вы стали килограмм на 15 тяжелее 18. Ничего, я чувствую счастье. Так, ну при вас малыш, который существует. Представили? Да, да. Представили, да? Какие ощущения в теле в этот момент? Бабочки порхают в животе. Как вы знаете, есть такая фраза. Это нереальное счастье, потому что нет страха беременности, нет страха, что я буду больной какой-то еще. Я просто спортивная девушка и ведущая правильный образ жизни. Я чувствую, что у меня с беременностью будет все хорошо. Вот, поэтому я чувствую только счастье. Как вы чувствуете? Вот передайте ощущения. Как чувствую? Ну, чувствую, что счастлива. В теле какие у вас ощущения? Легкость, безмятежность и готовность встретиться с малышом вскоре. Так, а телу что хочется делать в этот момент? Хочется бежать куда-нибудь? Нет, хочется наоборот расслабления какого-то эмоционального, да, чтобы... А нет ли чувства тревоги в этот момент? Такого, знаете, тихого? Нет. Отторжения, нежелания. То есть что-то тело такое негативное испытывает? Нет, нет, нет. Ничего нет, да, с вашей точки зрения? Ну, негативного точно нет. То есть это только счастье и безмятежность. Вот как-то так. Давайте вернемся тогда в настоящее. Факт остается фактом. Как вы ощущаете то, что не получается до сих пор? Как я ощущаю? Да. Да. Не знаю даже как. За эти три года планирования много разных было ощущений. Так, а вот как сейчас? Какое сейчас чувствуете чувство относительно этого? Ну, у меня появилось чувство новое. Ранее его не было, да, такое, что всему свое время. Так, правильное чувство. А вот это время кто определяет? И как, кстати, вот это чувство вы ощущаете? Вот это интересно. Я применяю аффирмацию в последнее время, что все хорошее приходит ко мне в нужное время. Окей. Вы сконцентрируетесь на моем вопросе. Как вы ощущаете это тому, что всему свое время? Чувство времени как ощущается? Ну, получилось так, что все хорошее происходит. У меня не так быстро, как хотелось бы. И замуж вышла я. Так, что ж такое? Ты интернет начал грузиться. Настя. Опять вы не со мной. Настя, вы зависли, к сожалению. А так все хорошо начиналось. Настя, я вообще вас не слышу. О, вроде бы звук какой-то пошел. Ну, там кто-то появился на заднем фоне, кто мешал беседовать. Ну, примерно мне уже история стала понятна. Она немножко подзакрыта от этого дела. Ага, вот Инна Ракелян появилась, которая была в заявке. Значит, все, я Валентине обещал. А Настя, если вернется к эфиру, мы ее возьмем. Потому что там программа все равно есть, и с ней надо работать. Так, давайте, Валентина, возьму. И будем поинтенсивнее. Это у нас время идет. Вторую часть я не видел. Здравствуйте. Так, и я вас не слышу. Ну, что ж такое-то? Нет звука. Почему-то? Попробуйте наушник выключить. Нет. Друзья, Валентина тоже не было слышно. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Да, может быть, у меня что-то со звуком опять. Напишите, пожалуйста, давайте звук протестим. Добрый день, о чем речь? Психосоматика женских заболеваний. Так. Так. Лайки пошли, значит, меня слышно хорошо. Да, а остальных участников не очень. Так, значит, Валентине, которую я не смог в эфир взять, проверьте, включен ли у вас блютос. Вот это тоже ошибка, которая, к сожалению, блокирует звук. Она точно выявлена. Поэтому, пожалуйста, проверьте. Видите, все пишут, что меня слышно очень хорошо. Так, я сейчас посмотрю, кого я еще могу взять в эфир. Прямо сейчас. Так. Валентина. Давайте, Инна, я попробую. Валентина потом к вам верну. Так. А Инна что-то не получилась. Инна, видимо, не дождалась. Или испугалась. Прямо эфир. Так. Ладно. Валентина, еще раз пробуем. Приготовьтесь, если вы хотите попасть в прямом эфире, я вас возьму в следующем номере. Валентина, слышно? Раз, и сбой пошел. Насекундочку. Слышно? Так, вот, да-да-да, все-все нормально. Вот, я вас слышу. Меня слышно, да? Здравствуйте, очень приятно. У меня вопрос, мне ставили еще до... Мне 32, я родила в 30, ребенку 2,5 года. Еще до родов мне ставили подозрение на дисплазию шейки матки, то есть были с тканями проблемы. После родов этот вопрос продолжался, начали, отправили сделать биопсию, есть ли онкология. Но я как-то в своей суете, в личных сумасшедших отношениях, так этот вопрос до конца не довела. Но у меня еще периодически болят яичники. Вот у меня вот сегодня утром, я просто обрадовалась вашему теме, то, что у меня прям с утра очень сильно болит левый яичник. И я понимаю, что, наверное, уже откладывать нельзя вопрос. И я не замужем, мы с партнером 7 лет вместе, вот у нас общий ребенок. И при этом мы совсем не предохраняемся, да, как бы, но и я не беременен на протяжении всего этого времени. Иногда я задаю себе вопросом, блин, я же не беременен, а мы не предохраняемся. Я понимаю, что, может быть, я подсознательно не очень этого... Ну, как бы, я хочу детей, но, может быть, не готова, потому что вот в этих странных отношениях, да, которые у нас... Вы подтверждаете, да, что эрозия шейки матки – это проблема с конкретным партнером, с взаимоотношениями, да, они вам не совсем приятны. И, соответственно, сам интимный контакт, как таковое, да, он вырождает вот эти вот эрозии шейки матки. И, соответственно, в гинекологии вам кричит, что что-то не так, нет благополучия, нет ощущения комфорта, понимаете, да? И поэтому, чтобы избавиться от этих проблем, надо это ощущение комфорта вернуть себе, создать его, понимаете, да? Конечно, бывает такое, что женщина себе признает, что она не любит конкретного человека и осознает, что она с ним зря живет. Это один вариант. Второй вариант – это может, и такое чаще бывает, что именно какие-то неустроенности, да, эмоциональные, и неумение их реализовать приводит к тому, что этот конфликт реализуется. Ну, это тоже, наверное, есть, потому что я сейчас участвую в вашем марафоне по предназначению, потому что меня шатало, болтало, и я как бы к какой-то определенной профессии тоже не пришла. Вот мы с 7 лет, я помогала ему с работой, но у меня есть какое-то чувство внутренней потребности в реализации все равно. Вот. В какой-то момент я решила, что, да, я буду мамой, мне нравится заниматься ребенком, развиванием, ну, в развивашке все эти, но все равно как-то вот, и вот это вот шатание, и плюс, ну, такой сумбург, если честно. Так, Валич, а сколько вам лет сейчас? 32? 30… А, нет, 33 исполнилось. 33 исполнилось. 33. Так, 33 исполнилось. Мама вас во сколько родила? В 24. Я однажды вам писала, помню, не помните, я писала вам о том, что, ну, конечно, не помните, я вторая, нас трое, старший брат, 22, я 24, сестра 26, и у мамы передо мной был выкидыш. И еще Артем тоже момент, который там, ну, я за себя его прорабатывала, ну, он тоже важен, наверное, я 18 лет, вообще, не думая, абсолютно неосознанно, там, где-то на второй неделе сделала прерывание беременности, и осознала это спустя, где-то, наверное, только лет 26, это были и исповеди, да, там, полный рассказ, но, сколько, блин, момент, когда я сейчас об этом думаю, да, то есть мне это, как бы, очень сильно волнует, вот. Ну, благо, у меня есть, как бы, у меня еще вторая группа отрицательной крови, мне пугали, то есть много, но я сейчас родила ребенка, я себя, как бы, чувствую, с одной стороны, комфортно, то, что у меня уже, да, я как мать реализована, конечно, хочется еще детей, потому что у мамы было трое детей, вот, но, как бы, опять же, возвращаемся к партнеру, хотя он тоже, вроде бы, хочет еще детей, но у него сложная своя личная история, из-за которой, как бы, у нас вот не получается, там, зарегистрировать брак, вроде бы, как бы, об этом постоянно говорится, но пока... Никаких действий не предпринимается, да? Ну, мало-помалу, то есть он тоже повязан, там, скажем так, со своими прошлыми отношениями, потому что там тоже ребенок, там очень своеобразный тоже человек, и он, как бы, не хотел калечить психику ребенка, как-то вот все это очень сложно, потому что у него тоже была семья своя, другая, как бы, и все сложно. Валя, вопрос очень простой, вы на чью родню похожи, на папину или маму, как думаете? Вообще, знаете, я похожа на папину маму, бабушку Настю, я ее совсем не помню, она уже довольно-таки рано. Еще раз, я ее... У нее, вот, дедушка Миша, который, он вернулся из... У нее трое детей, у нее было трое детей. Мой папа младший, муж, дедушка Миша, он после войны получил ранение, вот это все, что я знаю, получил ранение, как бы, и она о нем постоянно заботилась, и она, на самом деле, очень сильно растолстела. Я так понимаю, как бы, ну, склонность, наверное, у нас у всех к этому есть, но я так думаю, что сейчас я понимаю, что это как бы это психологически как-то какой-то уклад, у них был очень, видимо, спокойный. То есть она постоянно готовил дедушке, вот, свежую пищу, ну, каждый день, то есть как-то... Я не знаю, и она шла рано, я ее мало помню. Так, Валя, как ее еще раз, Валя, бабушку? Настя, да? Настя, Анастасия. Давайте секундочку, вы Настя? Да. Вот вы Настя. Да, что вы чувствуете? Я Настя. По поводу своей личной жизни. Так, Валя, так, подержим сигнал. Да, я Настя, я пытаюсь прочувствовать. Все, выключи. Где чувствуешь... Вы, Настя, сосредоточьтесь на этом. Что ж такое-то со связью, друзья мои? Ну, вот самый интересный момент, связи надо барахлить. Валя, вернитесь. Хочется доработать это. Я слушаю, я Настя, я Настя. Какие ощущения пошли? Я Настя. И сигнал пропадает. Но я почему-то почувствовала, внизу живота тепло. Если меня слышите, мне внизу живота стало тепло. Так, по поводу личной жизни, какие ощущения от партнёра? Ну, какое-то некоторое чувство тревоги в груди, мне кажется, идёт. За что? Вот о чём она говорит. Сейчас я попробую отойти. Давайте, Валя. Процесс пошёл, да, и вот интернет подводит. Да, относительно личной жизни. Что вы чувствуете? Вот вы бабушка, да? Что вы чувствуете относительно личной жизни? Да. Мне кажется, что я его люблю. Ещё какое-то чувство, ощущение, вернее, приходит в тело. Вам легко или тяжело? Первый вопрос. Ну, у меня какое-то... В теле бабушки быть. Слушайте, у меня правая рука тяжёлая стала. Я прям вот как-то аж такое покалывание. Я сначала подумала, что, может, у меня она затекла из-за телефона, но сейчас у меня прямо в правой руке такая какая-то тяжесть. О чём? Так, о чём она говорит? И дрожь. Что это за ощущения? Некой усталости или что? Да, чувство усталости. Моя жизнь тяжёлая. То есть это ощущение ноши, а не жизни. Вполне возможно, бабушка любит. То есть там тёплые чувства к дедушке есть, но всё тяжело. Понимаете? Тяжело любить, тяжело жить. Восприятие своей жизни как безнадёги. Понимаете? И это всё внутрь. Внутрь никому не скажу, делаю хорошее лицо, но чувствую себя по-другому. Да, возможно, да, да. Чувствую себя, такое ощущение идёт. Да. У меня даже губы дрожать начали. Вот это вот, наверное, некая сдержанность, которая в ней присутствовала, да? А дедушка такой, что тёплых слов не говорил, понимаете? Да, вот нервности мне не хватает. Он меня не ласкает. Наверное, да. А мне хочется. А я себе не признаюсь в этом. Чувствуете, да? Да. А теперь представьте, что дедушка начал. Как дедушку звали? Миша, представьте, Миша говорит бабушке, да, вам сейчас говорят. Я тебя люблю. Мне так приятно с тобой жить. Ты самая хорошая. Почему ты мне раньше так не научился, а вот сейчас это можно сделать задним числом. Вот он гладит по голове. Какие ощущения? О, видите, как хорошо сразу становится. Раскрепощение идёт внутри. Раньше это не принято было обсуждать. Чувство, это вещь такая интересная. Она как раз и показывает, что на душе на самом деле происходит. Если любовь штука допустимая была во все времена, но проявление любви очень часто не очень, понимаете? По-разному, так сказать, что подумают соседи и так далее. И когда вот гамма этих чувств предковых и программа, которая вот в этом была, как она реализовывалась, вы осознаёте, вы как бы проживаете её, да, этот опыт становится неокончательным в вашем версии, и у вас как бы происходит раскрепощение своих эмоций. Как вы себя чувствуете сейчас с вами? Мне полегче, но рука тяжеловатая. Наверное, мне нужно очень много этих ласковых слов, чтобы я в это поверила и в себе это утвердила. Да, потому что это как бы и в моей жизни мне от папы этого не хватало, ведь папа их сын, и он тоже, он очень закрытый. И у меня из-за этого, вот я позже, когда анализировала, очень много тоже были сложности в отношениях, потому что я искала вот этой потребности, у меня от зависимости от мужчины, мне надо было вот это, что мне папа, вот настроя, мы все разные, но мне не хватало папины ласки, вот очень не хватало. И как бы тот мужчина, который у меня сейчас, он как бы его, он по-разному, то да, то нет, но больше нет. И как бы он мне тоже говорит, вот тебе папа ласки не додал, а ты, мол, от меня тут злёшь и требуешь. Там ещё раньше идёт. А оказывается, да, и ещё раньше. Там бабушка была недовольна своей жизнью, не признавала себе в этом, жила и любила, так сказать, вашего дедушку, но не могла выразить своих чувств до конца, понимаете, не получала обратную связь. Как называется эта психология. И, соответственно, у меня как бы гештальт не замкнулся, да, то есть не закрылось это действие, и этот незавершённый опыт передался в следующее поколение, и вы его чувствуете. И партнёры даже просто зеркалят, он вам не додает, потому что он чувствует, что вам это не нужно, то есть вы в этом плане, так сказать, вот такая вот, так сформирована. И для того, чтобы этот гештальт замкнулся, да, ещё раз можно представить бабушку, которая получает на каждые выходные букет цветов от своего дедушки, понимаете, да, и записывать, что там с романтическими пожеланиями, там, ты моя девочка и так далее, да, вот всё вот это можно прямо ощутить. Ну, то есть я вам это даю сейчас, целый океан, это ощущение, вот, и вы, да, и вы все это чувствуете. И именно это позволяет насладиться этим, ну, как бы прочувствовать это, что я желанная, что меня любят, что я нужна, и что моя жизнь – это счастье. Да, я это чувствую. Так, как внизу живота ощущаешь? Ну, вот сейчас, когда я с вами разговариваю, и когда я, на самом деле, первый раз с бабушкой пристала, мне стало тепло, я даже яичник вообще не чувствовала. Вот, например, пока мы сейчас, пока вы мне сказали, как, я снова туда к нему вернулась, пришла в себя, и у меня там вот эхом где-то у меня вот колющие какие-то боли, они всё равно, ну, есть. А вот во время всего нашего разговора мне было тепло, я даже не чувствовала его совсем. Да, вот я вам дал почувствовать эту связь, да, теперь мы её закрепим у вас лично, да. И что для этого нужно сделать? Очень просто. Представьте себя одной клеткой. Вы выживаете у мамы, вы ещё и не родились. К вам? Вы одна клетка. Да. И к вам приходит Бог. Ваше воображение само будет выглядеть, как он будет выглядеть. И он вам говорит, дорогая моя Валя, ты даже ещё своё имени не знаешь, но ты родишься у этих родителей, и всегда помнишь, что если твой папа не будет отдавать тебе любви и не показывать это, я всё равно тебя люблю, этот опыт будет к лучшему, в твоём сердце всегда есть любовь, и её там целый океан. И ты сможешь её отдавать любви столько, сколько захочешь. Для этого тебе не потребуется специальных условий. Это всё и так есть в тебе. Почувствую? Да, я почувствую. Одно время я как бы понимаю, вот я с мамой тоже как-то разговаривала, у меня родители, слава Богу, все живы, и папа, мы общаемся вместе, и внуков он своих любит тоже. Просто он сам по себе скрытый, и мне мама говорит, он вас очень любит, он по вам скучает, но да, он не умеет это, правда, выражать. То есть, и я когда делала тоже практику прощения, то есть я понимаю, что в практике прощения, когда я говорю, что я люблю, а мне постоянно есть потребность слышать как бы вот себе, что меня любят. Потому что эта боль не ваша, и даже не ваша у папы, она по наследству там, понимаете, как это, знаете, вторая степень есть в математике, да, там, здесь первая, а здесь вторая. Вот это одно в одно вложенный мир. И как вина глубже идет, вы не понимаете, откуда. Копайте, копайте, копнуть нюхти, да. А когда первопричина вышла, то, соответственно, вот этот воспаленный левый яичник, это вот как раз и есть проекция там, где бабушка находится. Левая сторона, это... Спасибо, Мартин, большое. Сейчас левый яичник чувствуете. Спокойней. Вообще. Вот прям сейчас я его не чувствую. Если он такая была пульсирующая треска, сейчас я его не чувствую. Правда. Окей. Ну вот, может имитацию прощения еще раз подделать на бабушку, живя в ее оболочке, да, чувствуя все то, что хочется чувствовать. То, что она, дам, энергичная была. Я поняла. Энергии много, но много не реализованы из-за того, что она не чувствовала, как сказать, в то, что ее примут, понимаете, да. Не позволяла себе раскрыть своих эмоций. Не истерику закатить, если чего. Не хочется, а она не позволяет, понимаете, да. То, что тоже истерика, это слишком даже недостаточно. Я понимаю, да. Вот такое. Я никогда об этом не думала. Сейчас я прямо это прочувствую, потому что у меня как бы правда это мог. Спасибо вам большое, Артем. Спасибо. Счастливо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Ну что, друзья, идем дальше. Вот теперь понимаете, откуда заболевания берутся, да. Они могут быть из настоящей жизни, могут быть из двух-трех поколений назад. И вот главное распаковать эту идею, и тогда тело перестанет болеть. Так, как же похоже, как победить панические атаки. Их не надо не победить, надо осознать тот реальный страх, который за ними стоит, научиться чувствовать любовь в своем сердце, потому что паника – это страх проявления чувства под названием любовь в том числе. И это бывает у людей, которые очень чувствительны по своей природе. Как вы относитесь к методу точек? Хорошо отношусь, я когда-то его читал, но он такой полурелигиозный, поэтому, как сказать, не совсем эту традицию можно применять. А так, то, что он писал со своей женой, насколько я помню, лет десять назад я читал, все достаточно неплохо. Так, Асанет, ну я просто взялся. Он всегда есть. Вы же от кого-то рождены. Вы же не продукт генной инженерии, слава богу, да? Так, мальческая смерть, так далее, загиб силу матки. Ну вот, все это можно работать, да. Давайте, я сейчас смотрю, кто еще заявку дал, еще постараюсь пару человек успеть принять. Именно, давайте еще раз пробуем вас здесь в эфир. Так, почему не регулярный медицинский? Я про это говорил, то есть, изменение циклов, это все тоже именно с женственностью связано. И любимый диагноз, ПМС, так называемый, предминструальный синдром, это, к сожалению, то, что беременность не наступила. Вот так проявляется. Сейчас ждем им, но если получится, все в порядке, пообщаемся. Так, что-то долго идет. Подключение. Ага, вот, Валентина, это у вас тут твоя мама с нами? Мама, привет вам, мама. Подать заявку нужно было за... Когда я... Так, что-то именно не подключается никак. Ну вот, не идет. Сейчас еще рассмотрю, кто есть, кого еще не взял. Вот Марина Бухтина. Я вас не знаю, наверное, не знаю, да. Давайте с вами поговорим. Так, друзья, сейчас еще одного человека, потом на вопросы отвечу. Про сонный паралич, можно подумать, но это редкая проблема. Марина, у вас замечательный таталон. Все же вы не дождались. Ну вот, Марина вышла. Друзья, заявляйте, но, так сказать, не держите. Так, идем дальше. Так, Алина Долбова, теперь я вас возьму. Надеюсь, интернет будет хорошо работать. Алина, здрасте. Здравствуйте. Слышите меня очень хорошо. Я вас тоже. В чем вопрос, Алина? Вопрос в том, что три года назад у меня была замершая беременность, и с тех пор, то есть, у нас с мужем никак не получается вновь забеременеть. То есть, я со своей стороны делала, наверное, все обследования, которые только могут быть. Вот, мы сдали анализы, и я по всем параметрам здорова. Муж также здоров. Я спермограмма хорошая, органы все на месте, все функционируют, цикл прекрасный и так далее. Алина, сколько вам лет сейчас? Мне 29. 29 лет. Так, окей. Как мама зовут? Регина. 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 Окей. Как вы чувствуете это состояние, что у вас не получается? Ну, наверное, это такая большая тревожность. Вот, пусть тело вам само скажет, и дальше вы опишите просто это ощущение. Ну, у меня такое опустошение и тревожность сильная. Опустошение и тревожность. Как вы это, где вы это чувствуете, в каком месте тело? Где-то в области солнечного сплетения. Подержите это ощущение. И давайте пойдем в ваше прошлое, чтобы вы почувствовали, когда эта тема в ваше тело влетела. Вам 20 лет. Вы себе говорите, мне 20 лет. Ощущения устают? Мне 20 лет. Нет. Нету. Мне 25 лет. Мне 25 лет. Нет. Нету. Мне 27 лет. Мне 26 лет. Мне 27 лет. Да. Есть. Мне 26. Мне 26. Да. То есть, 26 лет. Что было в 26 лет? У вас прям голос даже поменялся. В 26. Ну, наверное, вот как раз эта ситуация со мной и случилась. Я... Ну да, в марте месяце у меня произошло замирание беременности. Это было сильным потрясением для меня. Я очень эмоциональный человек. И какое-то время очень конкурент. Как вы себя чувствовали? Было ли это ощущение, допустим, в январе месяце? А... Да, было. Так. То есть, ощущение уже было. Что такое было в январе? За два месяца до замиршей беременности? Я помню, что я заболела в момент нашего планирования. Ну, то есть, как-то так получилось, что мы стали планировать беременность. И буквально там на январские праздники. Я заболеваю очень... Ну, вирус какой-то. У меня высокая температура. И я подумала о том, что, наверное, в этом месяце нежелательно получить такой... Так. Так. Вот. И... И в этом месяце я как раз получаю положительный тест на беременность. Кто еще вместе с вами так подумал, что сейчас нежелательно? Что вы вспомнили в этот момент? Ну, мне кажется... Ну, может быть, мы с мужем это обсуждали, но это было... Ну, как-то не всерьез, не слишком. Я просто очень ответственно отношусь к здоровью, к своему. И поэтому я понимала, что от моего здоровья очень многое зависит. Смотрите, Алина, вот ощущение того, что вы заболели простой заболеванием, и что это плохо скажется на беременности, откуда оно взялось, вот это вот отношение? Как вы это чувствуете? Ну, мне кажется... Это вы придумали? Мне кажется, нет. Мне кажется, это мама мне сказала. Так. Ваша мама сказала? Да, моя. Ага. Как вы зовут? Регина, которая, да? Да. Напророчила, да? Ну, мы не будем обвинить. Просто мамы и доктора некоторые, или подруги, к сожалению, начинают вешать страхов, которые легко у впечатлительных людей материализуются, коим вы являетесь. Угу. Вот у вас классический вариант, внушение, на самом деле, чтобы это не произошло. А сейчас есть повторный, так сказать, страх того, что вдруг это опять произойдет. Ну... Понятно, и лучше не забеременеть называется, да, чтобы это опять не произошло. Потому что это ужасно и, там, больно и так далее. Я не боюсь забеременеться, я боюсь, что что-то опять пойдет не так. Вот я про это говорю. То есть, я не проберяю, а что, она не разобьется дальше. То есть, понятно, да? То есть, есть несколько стадий. Стадии самого полового контакта, где есть проблемы, это потом одни проблемы дает. А потом возможность оплодотворить и прикрепить яйцо, да? И развитие, это следующая стадия. А потом все, что ближе к родам, там тоже свои специфические моменты идут, и там они по-своему проявляются. Так у вас два стадии. То есть, зачать не проблема, а вот выносить нюанс. И вот эта программа, которая висит, она внушенная. Она не ваша. То есть, вы могли бы спокойно родить у вас все нормальной с вертельностью. Ну, по коже даже видно. Никаких проблем нет. Ни с гормонов, ни с чем. А вот с эмоциональной реакцией на это дело есть. Да. Окей? Поработаешь? Да, конечно. Вас мама легко рожала, да? Все нормально у нее было? Да. Вы не одна у нее, да? Нет. У меня еще младший брат. Младший брат. Окей. Представьте, что вам пять лет. Вы себя чувствуете уже девочкой. Ну, да. Косички любите, там все дела. Да. В куклы играли? Играла. Да, 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 конечно. Окей. Представьте, что вы сейчас вот такая взрослая. Приходите к себе в пять лет. Ты говоришь, Алина, дорогая. Вот когда ты будешь взрослеть, у тебя появится чудесный муж. Ты его полюбишь. И он тебя полюбит. И когда ты забеременеешь, то ты легко выносишь, легко родишь. И это будет не один раз. И у тебя все получится. Как эта девочка реагирует? Что она чувствует в пять лет? Что она чувствует? Да. Что она чувствует? Ну, она... Не доверяет. Не доверяет. А? Что? Мне кажется, неудак и не доверяет этой девочке. Взрослой. Ну, я постараюсь в это поверить, наверное, потому что я была открытым ребенком, и мне кажется, что я могла... Как она себя чувствует, эта пятилетняя девочка? Хорошо. Хорошо она себя чувствует. Да. Такое ощущение, что у меня немного давит мне на плечи что-то такое. Что давит? Не знаю, какая-то груз какой-то, не знаю, что-то такое. Что это было? Я не знаю, чей. Не знаю, чей. Ну, а тут такой страх перед будущим сидит в неизвестности, да, о том, что опять может не получиться. То есть, смотрите, как это можно перепрограммировать еще. Есть варианты работы с прошлым, есть варианты с настоящим, есть варианты с будущим. Окей, Алина, представьте, вам 40 лет. Почувствуйте себя. Мне 40 лет. Мне 40 лет. Да, поворачивайтесь как бы назад и осматривайте ретроспективно свою жизнь. От 40 до текущего возраста. И вы видите, что у вас есть уже двое детей. Одна девчонка и один мальчик. Вы кайфуете от этой картины. Они уже большие, дети уже прыгают на вас, висят на шее. И вы себе говорите, у меня все получилось, я молодец. Как ощущения? Мне хорошо. Так. Теперь возвращайтесь в свое тело. Как оно чувствует себя? Как чувствует ваше тело сейчас, Алина? На меня спокойнее. Спокойнее стало, да? Окей. Теперь нам в небольшое будущее сделаем еще раз прогресс вперед, то, что называется. Вы на девятом месяце беременности. Прямо почувствуете, какой большой, огромный живот у вас. Подтирает диафрагму. Вы килограмм на 18 потяжелее? Ну да. Такой слонянок ходит, да? Ребенок шевелится? Шевелится. Угу. Почувствуйте. Как телом вы это ощущаете? Ой, ну что-то у меня задрожали ноги и руки задрожали. Так, 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 так. Сосредоточьтесь на этом. Дайте тело на работу в страх. Что дальше происходит? Вот аж голова трясется. Трясется, так. Сконцентрируйтесь на этом. Девятый месяц. Так, что дальше происходит? Ну, пока все дрожит. Так. Подержите это состояние дрожи. Ну все, дрожи нет. Перевздили, да, есть такое выражение? Уже буду по-русски с вами говорить, чтобы вам быстрее с этого напряга выйти. Чувствуете тело, да? Переработал ваш страх, который вы сами себя, свои впечатления получили. Как сейчас ощущения? Возвращаемся в реальность. Мне сейчас лучше, но я немного дрожу. Мне лучше, но вот немного я все равно это. Потрягивают меня. Окей. Ну я еще раз хочу еще сильнее запрограммировать, Алина. Так, чтобы наверняка, да, даже если вам тут опять будет какую-нибудь чушь внушать, чтобы вообще не получилось, да? Самое лучшее время для программирования, это когда человек одна клетка. Когда мама и папа еще ничего не загрузили, никакими программами, своими предрассудками, ой, ай, а что будет и так далее, да? Когда не произошла у мамы еще задержка, да? Вот она об этом не знает. Догадываешься? Ну не знает. Потому что когда, типа, догадываешься, но не знаешь, это совершенно другое состояние от того, что уже точно это происходит. Тогда вот сразу, как бы, включаются все нюансы, как хорошие, так и не очень. Окей, вам один день. Как ощущения? Ну, мне спокойно. Так, поток чистый, да, все люди обычно чувствуют просто чистый поток, без примеси чего-то. Обычно такое состояние, да? И в этот момент к вам приходит Бог и говорит вам, дорогая моя любимая Алина, ты замечательная мама, будешь, у тебя все получится, ты родишь как минимум двух замечательных детей, без всяких проблем. С этого момента ты под моей защитой. Я тебя люблю, я в тебя верю. Почувствовали? О, прям уже вдохнули хорошо. Ага, как состояние? Хорошо. Теплее в теле стало? Да. Я, честно говоря, я не ожидала, что вообще может быть какой-то похожая реакция, то есть мне действительно хорошо. Ну, вы же с врачом беседуете, который этим больше 20 лет занимается, Вадим, поэтому по-другому быть не может. Я все равно легко ввожу человека в нужное состояние, чтобы все, что надо, произошло. Это не цирковой гипноз, да, когда заставляют картошку копать на сцене, да, или изображать космонавта. У меня задача помочь вам исцелиться, да, поэтому я вас в это состояние ввожу очень легко, и вы в этом состоянии делаете нужные себе программы, вводите сами, да, ну, с моей помощью, которые вам необходимы для того, чтобы не страдать больше. Потому что мы рождаемся не для страданий, а для раскрытия потенциала под названием любовь. И чем любви вы сможете больше чести себя провести, тем мир, в котором вы живете, становится лучше. Ну, стало быть, и мой мир, потому что я в нем тоже живу. Да. Все просто гениально. Спасибо вам. Ну, все, успехов потом, доложите, как ваше дело. О, вернее, извините, Алина, если вы. Хорошо, спасибо вам большое. Все, напишите тогда, пока. До свидания. До свидания. Так, друзья, идем дальше. Так, тут лайки пошли. Отлично, значит, все довольны работой, все прочувствовали. Так, окей, сейчас смотрю, кто еще. Еще одного человека, друзья, возьму. Потом будем завершать. Так, у вас уже еще больше стало. Так, Юлия Перова. Ваш ник, мисс, совершенно не с вами говорить. Друзья, по бесплодию, конечно, я отдельную тему проведу. Это тема, которая требует внимания. Сегодня как бы с болезнью хочется, но что приходит. Так, Юля. Классная мебель. Идем дальше, друзья мои. Сейчас, значит, кого-то другого возьму. Есть у нас Софья Фи. Давайте, Софья, с вами поговорим. Почему ко мне не начинается подходить мужчина, Ольга? Значит, что-то есть внутри вас, что создает эту ситуацию. Оле, он фото-видео. Потом вас возьму тогда. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как меня слышите? Да, я слышу вас. Слушаю ваш вопрос. Мучают очень часто последние, наверное, годы 4. Герпес генитальный. И много нюансов, в том числе и то, что забеременеть не получалось. Ну, высыпание очень-очень сильное, если видится. То есть, очень сильное. Плохо видно. Последнее время. Так, чуть-чуть. Потому что у вас фонарь сзади, и он светит в камеру, да, а не на вам на лицо. Ну, видно, да. Артем, очень-очень плохо вас слышу. Да, я вас слышу хорошо, прекрасно. Так, значит, герпес, прыщи на коже, я вижу, что есть. Давно у вас все проблемы появились? Сколько вам сейчас лет? Да. Вы меня слышите сейчас? Да. Сколько лет вам сейчас? Давно это у вас появилось? 32. Так, 32 года. Когда это все появилось? Появилось, сложно сказать, но такие, прям вот в памяти моей яркие, наверное, лет 5 назад, как я, у меня очень прям очень сильные высыпания начались именно генитальные. А на коже лица? Мне поставили диагноз, ну, герпес, я вроде бы пробечилась, диагноз это ставили, правда, очень давно, наверное, лет 10 назад. У меня высыпания такие не мучили, а они начались позже, ну, вот лет 5 назад. Что было 5 лет назад в вашей жизни, в личной? 5 лет назад? У меня непростые отношения с молодым человеком. Непростые? Да. Что было 5 лет назад, конкретно? Сейчас у нас 2013 год, ну, наверное, тот факт, что не очень серьезные отношения, то есть мы жили вместе на тот момент, и я с ним рассталась, к слову, в этом году, мы точнее расстались, это было больше его решение, чем мое. Наверное, вот это меня очень сильно и тревожило, что наши отношения, ну, как сказать, он всегда был честен со мной, он не давал мне обещаний никаких, но при этом я чувствовал дискомфорт. Я понял, основное ощущение, да, дискомфорт, с чем связано? С тем, что, как вы себя чувствуете в этих отношениях, которые вы не чувствовали? Не уверена. Еще что, не нужно, я не нужна. На коже? Нет, ощущения ваши внутри этих отношений были, я не нужна. Сложно. Тревога. Понятно, но тревога о чем говорит? О какой мысли? Наверное, страх какого-то будущего, которое... Хорошо, пока не чувствуете до конца. Вот это ощущение, зафиксируйте в своем внимании. Хорошо. Сделайте так, чтобы я ваше лицо видел, да, а то все, вижу волосы, вот так вот, хотя бы так. Окей, сейчас пойдем в регресс, мы посмотрим, что было в детстве с этим ощущением, да, и потом будут все понятные выводы. Концентрируйтесь на этом чувстве. Скажите про себя, мне 20 лет. Это ощущение остается? Это ощущение остается? Нет. Пропал. Еще раз. Мне 20 лет. Это ощущение остается? Нет. Еще раз. Мне 25 лет. Есть это ощущение или нет? Да. Мне 23 года. Есть это ощущение? Нет. Мне 24 года. Есть это ощущение? Нет. Что было в 25 лет вашей жизни? Дурацкая ситуация. У меня был другой мужчина, и я завязала отношения как раз с этим молодым человеком. С тем, с которым я сейчас рассталась. Завязались новые отношения, да? А был до этого мужчина? Да, но я не рассталась с предыдущим. То есть у меня, получается, была двойная жизнь. Двойная жизнь. Как долго она продолжалась? И что в этот момент вы чувствовали? Продолжалась она, наверное... Сейчас я вам скажу. Чуть больше полугода. Месяцев 7-8. Ощущение... Чувствовала. Чувствовала. Это очень неприятно. Дискомфортно. Я поясню, может быть, почему эти отношения были. Мой первый мужчина, это мой, так скажем, он меня содержал. Был моим материальным, так сказать, выполненным. Вы были зависимы финансово, да? Да. Я была зависима от него. Ну, так вы чувствовали, да, что эта ситуация такая. Окей. И вот на фоне этого появляется другой человек, с которым завязываются какие-то близко-душевные отношения. Но тяжело взорвать старый. И вот на этом разрыве вы существовали несколько месяцев, и, вероятно, после чего все эти диагнозы-то и появились. Да. Окей. А со вторым молодым человеком когда вы расстались? В мае этого месяца. В мае этого месяца. По его инициативе, правильно я понял? Да. Угу. Окей. Вот вспомните этот период, когда вы были в двойных отношениях. Вот эти вот шесть месяцев. Можно еще раз? Какой период? Когда вы были в двойных отношениях? Да. Угу. Вот это ощущение, которое вы вспоминаете? У меня почему-то не приходит это ощущение, я не могу его поймать. А вас отвлекают вокруг люди? Ну, почему-то не могу я его поймать, оно у меня не идет. Чуть-чуть окружение вас пугает. Ну, как бы... Что? Обстановка вам мешает погрузиться в работу. Вам лично. Может быть. Шум очень много вокруг. Угу. Мне это не мешает, я-то понимаю, в чем дело, что там разорвали себя на части, как говорится, в этой истории. И самосудом занимаясь, считали себя мерзкой, грязной и так далее. Вот это все мысли, которые были в голове, что, ну, обманщица и так далее. Вот это все вы на себя накрутили. Понимаете, в чем дело, да? Мне кажется, я поймала его. Угу. Поняли, да, вот о чем я говорю? Вот это ощущение вот такой себе нехорошей женщины, да? Этот самосуд в башке, он у вас запрограммировался. Вот держите это ощущение и скажите себе, мне 5 лет, есть это ощущение? Мне 5 лет. В теле остается оно? Кажется, есть. Так, мне 2 года есть это ощущение? Артем, можно еще раз простить? Мне 2 года есть это ощущение? Скорее, нет. Мне 3 года есть это ощущение? Нет. Мне 4 года есть это ощущение? Нет. Мне 5 лет, возвращаемся, есть это ощущение? Нет. Теперь как бы нет. Так, мне 6 лет есть это ощущение? Легкое, что-то легкое такое чувство. Наклевывается, да? Ага. Что было в вашем возрасте, когда вам было 5-6 лет? Что первое вспоминается? Переезд в другую страну. Какую и с какой? Я родилась в Узбекистане, мы жили в Узбекистане, в Ташкенте, и мы переехали в Россию, в Сибирь. Так. Как вы себя чувствовали? Дискомфортно. Так. Неприятно. Так. Неприятность. От чего неприятие было? Что-то новое, холодно. Мама не была рядом. А где мама-то была? Что? Где мама была? Непростые отношения у моего отца с моей бабушкой были. И мама, он не хотел переезжать, чтобы бабушка тоже переезжала. И моя мама временно осталась с бабушкой в Ташкенте. Окей. Я понял. Давайте мы сейчас быстренько это перепрограммируем, чтобы ваше тело начало расперепощаться. Вам один день. Мне один день. Прямо скажите. И почувствуйте себя в этом однём дне. Как ощущения? Хорошие. Вот. И вот в этот период к вам приходит Бог. И Он вам говорит. Дорогая моя любимая, ты родишься сейчас у родителей, которые не дружат друг с другом, не дружат с родителями. Вам, вашей семье, предстоит переезд. Но я тебя люблю. У тебя всё будет в жизни хорошо. Ты добьёшься всего, чего ты хочешь. Моя любовь всегда с тобой в сердце. И тебе будет плевать абсолютно на неадекватные поступки твоих ближайших родственников. Почувствовали? Как ощущения в тебе? Немного руки дрожат, но какая-то лёгкость появилась. Так. Если вспомните вот этот период, когда вы были в двойных отношениях, как он сейчас ощущается? Такое ощущение, что вот эта лёгкость, она остаётся, и когда я вспоминаю эти отношения. Чувствуете, что к себе любовь проснулась? Что? Чувствуете, что к себе любовь проснулась? Что вам комфортно с собой, несмотря на то, что такая история была? Ну, это по глазам даже видно-то. Вы так широко поставили, что все успели посмотреть, я думаю, да? Реакцию ваших глаз, что было до и что сейчас. Я просто плохо слышу вас, поэтому я приближаю. Я вас слышу прекрасно, да. И самое главное, что и видно всё хорошо. Окей. Понаблюдайте за организмом. Я думаю, что в течение месяца дела будут налаживаться. Но если нужно ещё будет добавить, то здесь психотерапевтическая работа желательно, потому что ещё стратегии настоящего у вас не простроены до конца. Здесь нужно ещё развить эту уверенность и достичь определённых прогрессов в жизни. И тогда от этой проблемы вообще следа никакого не останется. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну всё, удачи. Всего доброго. До свидания. До свидания. Друзья, видите мои, что причины могут быть из разных сфер, из разных этапов, и всё это давать клиническую картину. То есть очень часто либо самосуд человек себе устраивает, потому что запрограммировали его обстоятельства жизни, и он думает, что он плохо поступает, чувствует, то есть на себя эти программы самопорчить занимаются, если кому-то так более понятно. И это потом материализуется в определённые диагнозы. Вот эта вот грязь, которую ощущал человек, когда он типа обманывал и так далее, ну просто не было опыта, как реагировать. А вот это ощущение, оно даёт проблемы с кожей и даёт проблемы там, где отношения ты и строишь в том месте. Именно воспалительного характера, да, и соответственно, пока этот эмоциональный конфликт не уберёшь, никакие таблетки, препараты. Друзья, неожиданно прервался эфир, потому что час целый прошёл, я даже не заметил, как, да, а система в этот раз не предупредила. Поэтому сейчас подожду, если всё-таки вы со мной, вам интересно продолжить слышать то, что я вам буду говорить. Сейчас я подожду, когда вы присоединитесь, и потом я завершу свою мысль, и ещё одного человека возьму в прямой эфир, поработаю. Вот, сегодня у меня, слава богу, в запасе есть время, пусть оно и вечернее, но тем не менее, да, и тогда мы на позитивной совсем ноте закончим сегодняшний эфир, который уже на второй час рассеялся. Вы со мной, это прекрасно. Итак, друзья, ещё раз, для тех, кто не слышал, хочу сделать некое резюме. Видите, да, как проблема самосуда, как проблема отношения к себе, как самопрограммирование влияет на диагнозы, влияет на самочувствие, влияет на качество личной жизни. И у всех героинь совершенно разная история. И у каждой из вас тоже разная история. Но есть места, где можно это всё запрограммировать, и самое главное распаковать эту боль, проработать, проиграть. И в лечении гинекологических заболеваний работа психолога просто незаменимая. И если это исключать из работы с этой проблемой, то тогда эффективность помощи, она гораздо ниже. То есть, безусловно, какие-то вещи можно решить с помощью медикаментов, гормональной коррекции и так далее. Но когда тело здорово, когда вам нет ещё 90 лет, какие гормоны плохо могут работать? Если только человек себя не любит или плохо про себя думает, либо эта программа передалась по наследству и таким образом материализовалась. А если человек любит, живёт полной жизнью, радуется, у него нет никаких ментальных предрассудков, что после 40 там что-то не так в организме, то ничего с ним происходить не будет. Тело настолько совершенно сделано, что оно не даёт сбой, только есть ментальные причины, которые этому способствуют. Как убрать чувство вины за аборт? Ну, перепрограммируйте всё, принять этот факт и сказать себе спасибо, да, я получил замечательный опыт, принять эту душу, которая в этот момент могла материализоваться, да, и поблагодарить друг друга и идти дальше. Вот, и тогда всё будет замечательно и прекрасно. возможно по скайпу, да, я работаю по скайпу, все условия из шапки аккаунта по активной ссылке войдёте, там написано мои расценки, моих коллег, и можно отправить заявку и дальше с вами свяжутся, либо я, либо коллеги, либо администраторы с моей клиники Неовита. Мастопатия, новую тему груди мы ещё не брали, но на самом деле функция молочных желёз это скормить ребёнка, либо скормить кого-то, мужчину, причём кормление связано непосредственно с тем, чтобы дать молоко, а также дать энергию какую-то. Если вдруг меня лишили этой функции, да, я не востребован здесь, или какие-то проблемы в взаимоотношении с детьми, или проблемы с мужчиной, с которым я живу, или с мужем, это всё сказывается на молочных железах. Вот так вкратце, если можно сказать, и чем выражены эти проблемы, тем сильнее будут проявления мастопатии, и если сильный стресс какой-то, то это будет уже, к сожалению, онкология, которую, конечно же, тоже надо лечить психологом вместе с онкологами, ну или с мамологами, тогда всё будет замечательно, будет хороший прогноз. Так, младенческая смертность, ну это мы же можем долго уйти в эту тему, молочность и периодическая, тоже вот с половыми делами всё, связанное с личной жизнью, и с ощущениями того, что здесь есть проблемы. Как вы относитесь к магии, порча, веритель в это. Порчу сам себя к себе наводит. Можно эзотерическим языком разговаривать, можно психотерапевтическим, можно научным. Это всё одно и то же, только пора по-разному, в разных моделях и ипостасях. Я иногда и так, и так общаюсь, потому что у меня есть, в принципе, неплохие познания в эзотерической науке, да, и психотерапии современной, в медицине, поэтому с каждым я нахожу общий язык. Так, ощущение органов малого таза, с чем может быть связано? Ну, вообще, наверное, могут быть связки быть проблематичные, во всём организме надо смотреть, может, это общая проблема. Вот, и, ну, может быть, с запретом на сексуальную и интимную сферу полно вариантов. Так, на стопотии поставили ребёнку в младенчестве. Ну, какая-то индивидуальная вещь, это и с таким ещё не встречался, надо смотреть. Как же самосуду остановить? Ну, если сами не можете, значит, обращайтесь к профессионалу, который вам перепрограммирует мозги. То есть, если у вас компьютер начинает бараклить и не те программы выдавать, то кого? Вы находите инженера, который вам устанавливает новую программу или там с помощью антивируса что-то делает. Так, и тогда это проблема решается. Замерзшая беременность это невозможно сейчас родить. У нас вот сегодня одна героиня была и, к сожалению, страх, который материализовался, говорит о том, что эмоции имеют силу. Если эту силу к себе применить, испытать это, то организм даст команду «Надо выжить, но не родители». Потому что страх за будущее, страх за то, что я могу родить какого-то не такого ребёнка, он, к сожалению, программирует замерзшую беременность. И вот это, это, кстати, стандартная частная проблема. Я уже несколько таких клиентов видел в практике, и именно эта программа и реализуется. Так, если сперкровь поставила цель развести и бегает по бабкам, может плюнуть и развестись? Плюнуть на свекровь три раза, и всё. А уже разводиться или нет, это пусть любовь решает, а не поведение безумных родственников. Вот и всё. Стехондроз шейного отдела связан с перенапряжениями и с травмами. Перенапряжение в текущей ситуации, то есть, что-то много думаете и что-то напрягает сильно, поэтому шея начинает испытывать дискомфорт. Так, Оля, я обещал с эфир взять, давайте возьму. Так, всё. Оля, он, фото, видео. Почти двести человек вернулся, прикольно. Здравствуйте. Ольга, вас зовут? Олеся. 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 Что ли это, Олеся? Да, 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 всё услышалось. В чём ваш вопрос, Олеся? Ситуация такая, родился ребёнок, и после рождения не сразу задышал, роды были прекрасные, замечательные роды, ситуация стала полной неожиданностью, ребёнок попал в реанимацию. А не задышал, это как, вы в роддоме рожали, да? Нет, домашние роды, с акушеркой. Домашние роды, так, с акушеркой. Вот задышал, через какое время и после чего? Вот он родился, и не было крика, не было, ну, то есть дыхание было с хрипами. Схлись, там, врачи установили, что слизь попала в бронхи. Сколько времени это продолжалось? Это продолжалось минут 10, мы вызвали скорую, скорая достаточно быстро приехала. Ага. Ещё раз повторите, мне просто тут немножко подвисали, уже телефон садится, поэтому минут 5 могу. Да, да. 10-15 минут продолжалось, мы вызвали скорую, скорая достаточно быстро приехала, и мы где-то в течение 10 минут были доставлены в больницу. Ребёнку подали кислород, откачали слизь, и нас быстро транспортировали, ну, мы в Турции живём, и ребёнок родился в Турции, нас транспортировали в другой город, ребёнка поместили в реанимацию, он какое-то время находился на ИВЛ, и, соответственно, его обследовали. С тем, что, ну, ситуация была стрессовая, и нужно было там привлекать переводчиков, юристов, потому что там было очень много разных проблем в больнице, там не давали нам достоверную информацию ребёнке, соответственно, я была на ногах, не было возможности восстановиться, то есть, естественно, там ходила, ездила по различным инстанциям с мужем. Через 3 недели у меня начались боли, внизу живота, очень сильные, и было выяснено, что у меня появились кисты яичников, в гинекологии всегда всё было отлично, до этих родов есть ещё, есть ребёнок старший, и множественные кисты, они очень быстро росли, прогрессировали, и в итоге, ну, там были предположения у врачей, что это онкология, в итоге сделали МРТ, меня оперировали, удалили кисты, удалили правую маточную трубу, и зачем-то ещё удалили аппендицит. Ну, как мне потом сказать, якобы там было очень сильное поражение, было очень много, ну, инфекции, инфекция гноя. Просто я хотела бы, ну, с тем, что всегда всё было с гинекологией отлично, а здесь вот ситуация... Окей, Олеся, сейчас какой вопрос? Я уже понял ситуацию, сейчас какая ситуация? Я вам писала об этом в комментариях. Олеся, вы мне подвисать начинаете, к сожалению. Слышно меня? Всё, почти рассказали, и... Сейчас слышите меня? Да-да-да. Сейчас ты что, расскажите, потому что вы мне подвисаете. Ребёнка в живых сейчас этого нет. Так. Он умер несколько месяцев назад, и ситуация такая, что ребёнок оказался с множественными патологиями врождёнными, о которых мы не знали во время УЗИ, то есть нас обследовало три врача, ни один врач не заметил этой патологии. У меня была прекрасная лёгкая беременность, прекрасные лёгкие роды, и вот эта ситуация с ребёнком, с тем, что у него было множественное поражение внутренних органов, да, и для нас это была ситуация такая, ну, просто... И по всем УЗИ была девочка, а родился мальчик. Мы только на третий день узнали, что у нас сын, а не дочь. И вот эта вот вся ситуация с его множественными... Ну, как бы... Я хотела понять, откуда вот ноги растут у того, что выросли вот эти кисты, да, о чём вы... Очень понятно, Олеся. Вот вы даже вспомните, что вы чувствовали. Чувство вины, да, то, что и вот это происходит, это полная неожиданность, у вас был шок, и, естественно, огромная вина на себя, вот понимаете, да, вы грузанулись, и по полной программе, и мы терроризовали себе кисты. То есть за такой короткий период они могут так быстро вырастить? Конечно. Прыщик за сколько вырастает в человеке? Очень быстро, если потереть какое-нибудь место, грязь куда-нибудь вботкнуть. Да, а почему в доме Чутистане может быстро вырастить? Очень быстро. За несколько часов появится, если вот такое эффективно-шоковое состояние будет. Все, естественно, после родов вы себя чувствовали, как открытая воронка для самопрограммирования. И потом все пошло не по сценарию, да, и вспомните это чувство, вы четко его обозначите, как чувство вины. Даже там еще, наверное, ну вот вспомните, вот ощущение, которое... Там была такая гамма чувств, что... Ну вот вспомните это чувство, вот вытряхните из своего тела их. А как проработать потерю? Ну, отгоревать это все дело нужно, понимаете, да? Конечно, это... Можно ритуал какой-то провести, ну, в связи с тем, что вот такая досада произошла, и отпустить это как опыт, да? Можно через прошлое перепрограммировать вас. Давайте мы это сделаем быстро, да? Потому что, может, эфир неожиданно опять закончится, у меня там уже перепонпульсисел. Да, еще вы просто... Я вам писала об этой ситуации в комментарии, вы ответили, что, вероятно, есть смертная, младенческая смертность в роду. У моей матери... Ну, у меня была сестра, и в две недели ее не стало, она умерла, прошла жизнь. Да, вот есть ли какая-то взаимосвязь? Конечно, связь. Всегда так. Так, она сестра у вас какая по счету была эта? Мне сложно сказать, у матери были аборты. Вы какая? Ну, родилась... Значит, до меня была... Я, да, я перворожденная. До меня был выкидыш. Я перворожденная. После у матери были аборты, я не знаю, какое количество, я знаю, что они были. И после меня родилась девочка, она прожила две недели всего, там была... Ну, официальная версия ошибки, врачей. У ребенка был врожденный порог сердца, там какие-то тоже были заболевания, и ребенок ушел из жизни. Я помню. Олеся, короче, давайте мы сейчас не будем это распаковывать, все, да, я на время лишним все это делаю, ну, как правило, так уже, как говорится, операция-то радикальная, да, но мне сейчас задача хотя бы вам чем-то помочь, то есть переключить ваш мозг, потому что вы такой очень думающий человек, к сожалению. Понимаете, мозги вам явно в жизни не мешают. Извините за прямоту, да, за неизвестивающиеся имена. Да, я ее же я знаю. Ну да, рационализатор. То есть, не удивлюсь, что очень много любите учиться, да, или занимайтесь научной какой-то деятельностью. Ну ладно, дело не в этом. Окей. Олеся, мне один год, вот прямо себе говорите, да, вернее, даже мне один день, давайте еще глубже сделаем. Мне один день. Да, мне один день. Почувствуйте день, да, почувствуйте это в теле. Вам один день. Как вы ощущаете себя? Не очень хорошо. Так, что такое, какое ощущение идет? Ну, я знаю, что были тяжелые роды матери, и меня тащили. Так, так, один день, я уточню, не после родов, а одноклепка еще вы. А-а-а. Вот туда идем. То, что вы там уже роды, это все там, уже навешали вам все. Чушь всякая. Все уже там, беспокойство рождается. Вам один день. Да. Мама еще не знает, что она беременна. Как ощущения? Хорошо. Вот, прекрасно. Тут появляется Бог в этом периоде. И говорит вам, дорогая Олеся, ты сейчас родишься у мамы и у папы, у которых есть проблемы в роду большие. Их много. Мертворожденные, аборты и так далее. Много проблем. Но это все к лучшему в твоей жизни. И даже если у тебя будет тоже рожден ребенок, который умрет, то ты будешь всегда счастлив, любима. И в твоей жизни все будет хорошо. И после этого момента все в твоей жизни встанет на свои места. Ты будешь любить, будешь любимой и будешь наслаждаться жизнью. И у тебя это получится. Что чувствуете? Вдох, облегчение пошел. Время, чтобы отпустить и запустить. Это вашему уму надо. В теле что вы чувствуете? Сейчас. Тяжесть в груди. Так. Тяжесть. Еще что? Расслабьтесь, Олеся. Тело-то уже начало работать. Чувствуете, да? Сдыхать начали. Один за одним. Тело включилось. Только мозг не дает телу еще. Вот привыкли люди страдать. Ну подумаешь там, ну умер, ну и что? Ну как орать? Ну это биология, понимаете? Закон джунглей, как говорится. Чтобы этого дальше не было, надо кайфовать от жизни. Вне зависимости от того, что у нее происходило. Мы можем отвечать за собственное счастье, но мы не можем управлять событиями жизни. Понимаете? Мы можем на них влиять через состояние счастья. Уловили? Да. Как сейчас в теле сейчас чувствуете, Олеся? Легче. Плавать любите? Очень. Когда в последний раз это делали? Сегодня. В бассейне? Да. Отлично. А вы любите теплую воду или холодную? Завтра будем окунаться в ледяной воде и любим холодную. Отлично. Мы живем в море. Мы живем в море. В холодном? В какой холодности? Нет, море теплое, но поедем специально от жары спасаться. Мы в Турции сейчас и поедем спасаться в каньон. В холодную воду окунаться. Очень хорошо. Она очень отрезвляется. Вот, вот, вот. Это то, что вам нужно сейчас. Всю вот эту мыть, которую вы накопили за вот это время, надо выбить из тела окончательно. Но вам будет уже точно легче, я в этом не сомневаюсь, по глазам даже видно. Как бы вы не пытались напрягаться, у вас это уже не получится. Спасибо вам. Хорошо, Лиза? Ну, давайте. Удачи вам. Хорошо покупаться завтра. Счастливо. Все, друзья. Будем завершать. Спасибо, что были со мной в это время. Спасибо за то, что задавали вопросы, что принимали участие. Очень показательная у нас история. Видно, как гинекологические проблемы связаны с эмоциональным полем, с событием в жизни. И видно, как здесь сейчас можно на них повлиять, чтобы они стали гораздо лучше. Но я всегда неустанно буду напоминать, что профессиональная работа должна делаться вместе с коллегами. То есть, если это гинекологические проблемы, то с вами должен работать еще гинеколог в паре. Все это можно сделать в моей клинике на УВИТО и получить весь объем необходимой профессиональной помощи. И я надеюсь, что современная медицина будет стремиться в эту сторону, когда именно психосоматический подход, когда исцеление одновременно тела и души будет применено каждому человеку, и тогда меньше будет проблем, страданий, и больше будет радости, счастья, долголетия. И все, чего вы захотите. Поэтому спасибо большое. До новых встреч. Следите за анонсами. Сейчас я буду продолжать посты про психосоматики. И вполне возможно, по бесплодию сделаю в ближайшее время отдельный пост и потом проведу отдельные эфиры. Может быть, даже два, потому что тема очень актуальная. Есть желающие, кто может только утром послушать и принять участие. Есть только вечером. Может быть, даже два эфира проведу на следующей неделе постараюсь. Сейчас пока не могу точно сказать, в какой час это произойдет. Друзья мои, до новых встреч. Пока-пока.